Ом-Ти-Ви-Юэй. Мы сильнее, коли обьеднане. Отец отпустил сына на войну, а на гробовые купил ладу. Так же, как деды и прадеды, он сражался с фашизмом. Шо? Опять? В память о Сэн Дигоре купили. Новенькую машину. Потерь в вооруженных силах России нет. Ну, судя по голосу, отец так не сильно расстроен. Отдал сына, получил кусок железа. Видимо, не все так плохо. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Ни одного слова не сказано об Алексее, а о машине сплошные эпитеты. Новенькая, белая, такая, как он хотел. Выезжает в первый раз на кладбище. Машину батя надраил, помыл, отполировал. А на кладбище, где сын лежит, трава по колено. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Министр обороны США Ллойд Джей Остин провел беседу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить предстоящие совещания контактной группы по вопросам обороны Украины, которые пройдет виртуально 20 июля с участием союзников и партнеров. Лидеры обменялись мнениями о помощи Украине в сфере безопасности и пообещали поддерживать тесную координацию. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. В Вашингтон прибыла Елена Зеленская. В понедельник с ней встретился в Госдепартаменте государственный секретарь Тони Блинкен. Во вторник с ней встретится Джилл Байден. В среду по приглашению спикера Паллады представителей Нэнси Пелоси она выступит перед членами Конгресса США. Официальные сообщения пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. Цитата. 18 июля 2022 года. Государственный секретарь США Энтони Джей Блинкен встретился сегодня с первой леди Украины Еленой Зеленской в Вашингтоне, округ Колумбия. Госсекретарь подчеркнул всеобъемлющую и неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке победы Украины в несправедливой и неспровоцированной войне, развязанной Россией. Госсекретарь и первая леди Зеленская говорили об огромных и растущих человеческих жертвах полномасштабного вторжения России. Госсекретарь решительно осудил жестокие атаки России, в результате которых получают ранения и погибают невинные гражданские лица, разрушаются дома, больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры, включая удар по Виннице 14 июля, в результате которого погибли трое детей. Госсекретарь Блинкен высоко оценил работу первой леди Зеленской по оказанию помощи украинцам, пострадавшим от войны. Он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине в решении серьезных экономических и гуманитарных проблем, с которыми она сталкивается, включая поддержку инициативы первой леди по охране психического здоровья граждан, пострадавших от войны. Министр подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены помогать народу Украины восстанавливаться и отстраиваться от разрушений, причиненных ему несправедливой войной, развязанной президентом Путиным. Конец цитаты. В Госдепартаменте состоялся брифинг пресс-секретаря Неда Прайса, который ответил на вопросы журналистов. О возможностях для империи зла осуществлять импорт необходимых ей технологий и высокотехнологичных товаров. «Мы, начиная с 24 февраля, последовательно говорили о шагах, предпринятых нами для ограничения типов чувствительных технологий, которые могут быть экспортированы в Российскую Федерацию. Мы не только ввели ряд карательных санкций и финансовых мер против российской экономики, но и наши меры экспортного контроля принесли России значительный ущерб. После вторжения в Украину, мировой экспорт в Россию электронных микросхем – это лишь один пример. Сократился на 74% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Имеется в виду период с марта по май 2022 года по сравнению с 2021 годом. Мы очень внимательно следим за тем, как другие страны стремятся поддерживать отношения с Российской Федерацией». Конец цитаты. О возможной помощи Китая в обходе западных санкций и продаже России товаров и оборудования, запрещенных санкциями. Цитата. Мы не видели, как мы уже говорили, чтобы КНР занималась помощью в системном уклонении или предоставляла военное оборудование России. Но мы будем очень внимательно следить за этим. Мы открыто заявили, что предоставление оружия или любой помощи со стороны КНР, чтобы помочь России системно уклониться от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и других финансовых мер, которые были введены против Москвы, будет стоить для КНР очень дорого. Эта высокая цена будет наложена не только Соединенными Штатами, но Соединенными Штатами, действующими совместно с десятками стран мира, с которыми мы вместе ввели эти санкции и режим экспортного контроля. Мы ясно дали это понять КНР с самых первых дней войны России против Украины. Госсекретарь Блинкен повторил этот месседж во время встречи с государственным советником и министром иностранных дел Ван И на Бали всего несколько дней назад. Конец цитаты. О заявлении Путина о том, что его страна не может быть изолирована от мира. Цитата. Независимо от того, что мы можем услышать из Кремля, факт заключается в том, что Россия была изолирована от остального мира экономически, политически, дипломатически и финансово. И она была изолирована от остального мира именно из-за решений, которые принял президент Путин. В частности, конечно, из-за решения вести эту неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины. Нам всегда немного странно слышать от высокопоставленных российских чиновников какое-то удивление по поводу того, что они могут оказаться в этих тяжелых экономических, финансовых, политических, дипломатических условиях. Потому что мы были очень ясны и последовательны в наших предупреждениях до 24 февраля о том, что если Владимир Путин реализует свои планы вторжения, то он заплатит именно ту цену, которую он платит. И это именно та цена, которую платит Российская Федерация. Эта цена росла по мере принятия новых мер, по мере их согласования с нашими союзниками и партнерами. Они усугублялись для России и будут усугубляться с течением времени, по мере того, как они будут вступать в силу и набирать обороты. Многие из вас были с нами на Бали на прошлой неделе, где среди участников G20 был министр иностранных дел Лавров, который, я думаю, вполне мог быть удивлен приемом, оказанным ему его коллегами со всего мира. Российской Федерации был послан очень четкий сигнал о том, что с ней не могут вестись дела, как обычно, не может быть бизнеса, как обычно. То же самое было повторено на встрече министра финансов G20 всего пару дней назад. И то же самое послание будет последовательно передаваться России снова и снова, пока она не прекратит свою жестокую войну в Украине, не выведет свои войска и не остановит насилие. Конец цитаты. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...